Запись. Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, уважаемые матушки, братья, сестры. Сегодня мы продолжаем часть вторую, слово к Стагирию, подвижнику, одержимому демоном, которое написал один из величайших наших святых, святой Иоанн Златоуст. Как важно нам учиться духовной мудрости, и творение святых отцов является неиссякаемым источником духовных знаний, одним из которых является творение святого Иоанна Златоуства. Если кто скажет, почему Бог не уничтожил древнего искусителя, то и ответим, что здесь он поступил так, заботясь о нас. Для чего же устранять повод к заслугам и отвергать средства достижению венцов? Если много есть таких, которые уже преодолели силу дьявола, и много будет еще таких, то почему же не дать им возможность одержать блистательную победу и лишать такой чести? Именно Бог для того и оставил дьявола, чтобы те, которые уже побеждены были им, не изложили вскоре и его самого. А это для дьявола тяжелее всякого наказания и может довести его до конечного осуждения. И действительно, мы с вами знаем большое количество примеров, когда многие подвижники, достигая высоких успехов в своей духовной жизни, допуская тот или иной грех, попуская ту или иную страсть, совершали падение и через покаяние вновь восстанавливали свое прежнее духовное состояние, и даже становясь еще более духовнее, еще более возвышенных. И таковых примерами как раз-таки мы бываем увещеваемы Святой Церковью и часто используем для других подвижников, для других людей, которые видят перед собой прекраснейший пример этих святых людей. Дьявол зол сам по себе. Он зол для себя, а не для нас, и мы же, если захотим, можем приобрести через него много и добра. Конечно, это происходит против его воли и его желания. В этом открывается особое чудо, превосходство, человеколюбие Божие, что Господь, даже попуская воздействию нечистого духа на нас, тем самым врачует нас от него же самого, от тех соблазнов, которые он пытается вернуть каждого из нас. То, что люди делаются лучшими, само по себе уже терзает и мучит нечистого духа, а когда мы будем достигать это через него, то он не в состоянии будет и перенести такого посрамления. Кто видит наступающего врага, тот вскоре прибегает и приобретается к могущему помочь против этого врага. И поэтому Господь здесь опять-таки являет свое человеколюбие тем самым, что показывая все с одной стороны мощь и злость этого нечистого духа, а с другой стороны показывает великую милость. И что самое важное, он показывает нам путь, путь, который только через Христа, через Его спасительную Церковь делает возможным преодоление этого нечистого духа и стяжание духовных венцов. Когда лукавый устрашает и смущает нас, тогда мы вразумляемся, тогда мы познаем сами себя, познаем свою слабость и с великим усердием прибегаем к Богу. Когда дьявол приступил к Каину и внушил ему совершить убийство, когда же произошло это? С его матерью, с праматерью Евой, он разговаривал открыто и соблазнял ее. Но с Каином произошло не так. Это зависело именно от того духовного состояния, в котором уже пребывал этот человек, и он, по сути дела, сам дал повод к наступлению на самого себя. Но и здесь мы видим удивительное человеколюбие Божие даже по отношению к этому грешнику, потому что Господь не оставил Каина, продолжал научать и вразумлять его, и тем самым, по-видимому, наказывал его. Также мы на примере праведного лота можем видеть, что Господь через призыв к строительству ковчега, который должен был спасти его, его семью, а также всех тех, кто готов был услышать голос этого праведника и последовать за ним на спасительный ковчег, мы с вами видим, что в течение долгого времени, пока строился этот ковчег, то люди все равно продолжали совершать грехи, жить неправильно, и сколько бы праведный лот не старался призвать их... Праведный Ной, отец Троем. Ной. Да, простите, простите, да, к сожалению, ошибся. Праведный Ной, сколько бы ни старался и ни стремился он к тому, чтобы призвать людей к покаянию, то, к сожалению, многие так и не последовали за ним, за исключение лишь его семьи. И все равно, с другой стороны, мы помним и знаем о тех разрушениях, которые совершил всемирный потоп и какой неизгладимый след оставил в жизни нашей человеческой истории, что до сих пор многие люди знают, что радуга, которая совершается после дождя, является напоминанием Божьим о том, что Северный потоп больше не повторится, о том, что Господь вновь являет свое человеколюбие. И вот как раз-таки воспоминания о этом, с одной стороны, очень страшном, но с другой стороны, в разумительном событии в жизни человечества наставляет многих людей, особенно грешников, как раз-таки не продолжать свою греховную жизнь, но стремится к исправлению и к покаянию. Бог никогда не захотел угрожать потопом и наводить его, равно как и угрожать гиеной, но всему причиной являемся именно мы сами. Если же мы не обращаемся, то сами навлекаем на себя и погибель, и смерть, но не Бог повлекает эту смерть, которая не хочет, чтобы мы погибли, и показывая путь, как избежать дьявола, невозможно не сказать, сколько пользы произошло от него, как для самих погибших, так и для последующих людей. Первые были удержаны от дальнейших преступлений, а последние получили еще большую пользу, так как вместе с самими грешниками уничтожена была, так сказать, и закваска, и причина зла. Как безумно суждение тех, которые, не желая делать ничего доброго, придумывают и говорят, что вину собственных грехов возлагают на самого Бога. Если бы, говорят они, Бог не попустил, то и дьявол не приступил бы, и не прелестил бы сразу, но тогда Адам и не узнал бы, какое имел он благо, и никогда не смирил бы своей гордости. Кто так высоко думал о себе, что надеялся быть Богом, на что не дерзнул бы, если бы не был вразумлен. То есть этими словами святитель Иоанн Златоуст хочет дать понять, что не только дьявол, а именно своеволие первых людей являлось источником нарушения той заповеди, которую Господь оставил первым людям. И мы здесь должны опять-таки вспомнить о том, что Господь не даром наделяет человека свободой. Именно свобода является тем бесценным даром Божьим человеку, который позволяет ему сделать выбор между добром и злом. Ну а с другой стороны, мы знаем, что только свободный человек может стяжать любовь, а Бог есть любовь. И стяжать Бога, познать Бога, может только свободная личность. Говорю это теперь не с тем, чтобы освободить дьявола от обвинений в коварстве, но чтобы показать, что если бы первые люди не пали добровольно, то никто не заставил бы их пасть. Итак, всю благость Господа к нам не познать, не изъяснить невозможно. Я же скажу главное, говорит святитель Иоанн Златоуст, что мы знаем, после такого прислушания, после столь многих грехов, когда сила греха овладела всей вселенной, когда роду человеческому надлежало потерпеть самое жестокое наказание и совершенно погибнуть, и самому имени Его изгладиться, тогда Бог и оказал нам величайшее благодеяние. Он предал на смерть единородного Сына Своего за врагов отступивших и отвратившихся и ненавидевших Его, и через Него примирил нас с Собою и обещал даровать нам Царство Небесное жизнь вечную и бесчисленные блага. Пример попечения Бога людям предоставил святой пророк Исаия в своем пророчестве, он говорит, указав на мать, которая гораздо более отца бывает привязана к детям, говоря, неужели забудет жена, то есть женщина свое отрача, но если и забудет, то я не забуду тебя. Но не останавливайся на этом и проникай умом дальше, призывает нас святитель Иоанн Златоуст. У кого премудрость и благость беспредельны, у того и человеколюбие такое же. Если же мы не замечаем его человеколюбие в каждом событии, то и это знак его беспредельности. Будем же всегда благодарить Бога. Именно об этом говорит святой апостол Павел. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Господь говорит так, несть воля пред Отцом вашим небесным, да погибнет един от малых сих. Если же Господь так промышляет о врагах своих, то оставит ли Он без попечения тех, которые верят в Него, которые стараются угождать Ему по своей силе и стараются следовать тем путем, которому призывает следовать нас Господь. И так, когда подумаешь, что ты для Христа оставил дом отца, друзей, родных, богатство неизреченное, великую славу и теперь терпишь такую скорбь, то не падает духом, призывает нас святой Иоанн Златоуст. Отчего рождается недоумение? Тем самым и разрешится наше недоумение. А как? Бог ведь не может солгать. Он тем, кто оставит все, обещает вечную жизнь. Ты презрел и оставил все, что же тебе препятствует надеяться на такое обещание. И действительно, мы с вами видим, что на примере святых отцов и Святая Церковь показывает нам величайшие примеры того, что Бог не может солгать. И здесь мы с вами видим пример святого патриарха Авраама. Потому что человек, которому Господь обещал сделать множеством отцов народов и весьма расплодить его, Он подходит к нему с очень страшным предложением предать на смерть единородного своего сына, сына Исаака. Его единственную надежду, его единственный оплот, его утешение старости. И здесь неужели святой патриарх Авраам, неужели он усомнился в верностях обетования, прежнего обетования Божия к нему? Нет, он знал и понимал, что Господь в любом случае исполнит свое обещание. И верно, Бог обманул меня и посмеялся надо мной. Неужели так подумал святой патриарх Авраам? Нет, ничего такого Авраам не сказал и даже не подумал и правильно сделал. Потому что если обещает Бог, то хотя бы представлялись тысячи препятствий к исполнению этого обещания, не должно смущаться и сомневаться в их исполнении. Также мы видим на примере его правнука. Правнука Иосифа, которого братья продали в рабство. И в этом рабстве он прожил действительно очень страшные дни, страшное время, время решений, время гонений. Здесь мы видим, что все равно то обетование, которое Иосиф получил во сне, и это хотя бы обетование осталось без должного исполнения, то Иосиф по-прежнему верил этим вещам с нам. И, невзирая на все обстоятельства, он оставался непреклонным. Виденный им сон предвозвещал поклонение его братьев и родителей, а события, в свою очередь, были не таковые и во многом не соответствовали этому. Во-первых, те самые, то есть братья, которые должны были кланяться ему, ввергают его в ров, и, продав иноплеменникам, отправляют его в чужую дальнюю землю. Затем купившие Иосифа опять продают его, продают не какому-нибудь свободному человеку, но царскому рабу. Но, подвершись клевете госпожи и быв осужден, он много лет после этого прожил в темнице, но, несмотря на все эти обстоятельства, он по-прежнему оставался непоколебимым в уповании на Бога. Нам Бог обещает Царство Небесное, обещает вечную жизнь, обещает бессмертия, бесчисленные блага и происходящие, случающиеся с нами теперь, а именно смерть, тление, бесчисленные наказания, мучения, различные непрерывные скорби далеко не сопутствуют этому. Так неужели Господь отказывается от нас? Конечно же, нет. Для ослежней жизни Господь предсказал скорби, тесноту. Что же смущает тебя, почему ты не доверяешь Божьему обетованию? Презреть для Него весь мир и потом говорить, что Он не печется, может лишь только тот, кто не верит, сомневается и считает обетование Божие обманом. А это поистине означает беснование и навлекает на себя огонь геенский. И здесь действительно мы с вами видим, что на этих святых примерах святой Иоанн Златоуст научает нас и выразумляет не только стагирия, но учит нас с вами, чтобы мы ни в коем случае не отчаивались в тех обстоятельствах, которые предлагает нам жизнь. И с другой стороны, мы должны понимать, что скорбь, которую Господь посылает, и те испытания, искушения, являются ничем иным, как тем духовным лекарством, которое сегодня Господь дает нам для того, чтобы мы стали чуточку сильнее. Для того, чтобы мы с вами в первую очередь обратились к Богу, потому что именно Господь является нашим путем, нашим прибежищем и нашей жизнью. Скорбь – великое дело. Великое для того, чтобы человек стал доблестным и научился добродетели терпения. Святой апостол Павел говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть, иными словами, Бог не попускает тех соблазнов и тех искушений, которые человек бы не был в силах понести. То есть, все происходит по промыслу Божьему. Так и воспитатели детей. Когда назначают равные одинаковые упражнения, но слабым назначают слабые, сильным дают таким же сильных противников, и тоже делает и Господь. Ведь у Бога ни один вид упражнений, и люди не все имеют нужду в одном и том же, хотя и были бы в одинаковых обстоятельствах. Они имеют нужду не в одинаковых и тех же лекарствах, но одни в одних, а другие в других. Посему и способы страдания различны и разнообразны. Один искушается продолжительной болезнью, другой – крайней бедностью, иной – обидами и оскорблениями, а иной тем, что постоянно и непрерывно видит смерть своих детей и близких родственников. Тот – всеобщим презрением и отвращением, а этот, наоборот, обвинением в том, чего он не знает и чего не совершает, навлеченным на него бременем бесславием, иной – иным способом, так что всего в точности и перечислить невозможно. Если уж блаженный Павел много терпел, и никого нет больше его и даже равного ему, то как можно, чтобы другие люди не нуждались в этом пособии? Если бы мы могли и обязаны были знать действия промысла Божия, не познали их, то и тогда следовало бы нам не унывать и не смущаться. Если и тот, кто был участником незреченных тайн, восходил на третье небо, смутился перед этой бездной и, приникнув в глубины богатства и премудрости в ведение Божия, он только изумился и тотчас отступил, то для чего мы напрасно усиливаемся узнать непостижимое и исследовать неиследимое. И действительно, мы с вами очень часто встречаемся с подобными ситуациями, когда к нам приходят наши прихожане, наши знакомые или просто чужие люди, которые несут в церковь, несут к священнику свою горе, свою боль, свою скорбь. И что делать нам? Как нам отвечать на подобные вопросы? И здесь святитель Иоанн Златоуст опять-таки учит нас, как поступать, как относиться и в данном случае отвечать правильно и тем людям, и отвечать, конечно же, на собственные запросы, которые очень часто сталкивается сам человек в своей духовной, личной жизни, когда нападает скорбь, теснота, гонение. И в этом случае, опять-таки, ни в коем случае нельзя скорбить, нельзя унывать, опускать руки, но всецело преддаваться воле Божией. Мы должны быть убеждены в одном, и только в одном, что именно для нашей пользы Господь посылает эти способы. Мы не должны роптать, не унывать, когда не знаем этих путей, которыми Господь пытается привести нас к познанию Его. Знать это для нас невозможно и бесполезно. Первое, потому что мы являемся смертными, а второе, потому что мы скоро увлекаемся нашей гордостью. Со своими детьми мы делаем много того, что им кажется вредным, а на самом деле является полезным для них. Однако, они не смеют спрашивать о причине, и мы убеждаем, не убеждаем их предварительно в пользу того, что мы намерены делать с ними, но всецело ребенок полагается на своего родителя, и тем самым доверяют его обучению и доверяют ему опыту. Если так поступают дети со своими родителями, то неужели мы не доверим себя Богу? Ведь Господь, конечно же, ведет каждого из нас тем путем, который ведет человека именно по спасению. Если же мы так относимся к родителям, которые с одной с нами природы и не рупщим на них, то на Бога, конечно же, ни в коем случае роптать не будем. И в завершение я хотел бы привести вам слова Священного Писания. В мире будете иметь скорбь. И все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Намужайтесь, я победил мир. Благодарю всех за внимание и посему молкаю. Владыка, прошу вашего слова. Благодарим отца Родиона за интересный рассказ и красношую презентацию. Немножко добавим. Здесь частично вы раскрыли мысль Златоуста, которую он хотел донести о смысле существования дьявола после того, как он воспротивился Богу. Есть более подробные объяснения у святого Златоуста три слова о дьяволе. Есть также слова о бессилии дьявола. Я когда недавно слушал с сокращением, то основная мысль такая, что он не является виновником наших бед, что если его обвинять во всем, то можно обвинять и свои глаза или свои уши или всех других людей, надо обвинить самого себя, свое произволение, потому что у дьявола Бог отобрал власть над людьми, только сам человек теперь, ну крещеный человек, он не подвластен дьяволу, но сам человек может искушаться своими страстями, и вот этого нам надо беречься. Основная мысль вообще всей книги послания к стагирию одержимому демоном в том, что уныние страшнее, чем скорби от дьявола, то есть надо не бояться самого дьявола, его поздней, скорбей различных, надо уповать на Бога и не поддаваться унынию. на примере святых праведников в основном ветхозаветных, а также и несколько новозаветных были приведены примеры, не должно смущаться, а надо веровать во исполнение обещания Бога. Приведены были, к примеру, Авраама, когда страшное искушение было предложено ему, и он был согласен даже заклад своего сына, веруя в этом Богу. Была так проверена его вера. Также и Иосиф, сколько он, он же сон видел, что все ему поконятся, все братья, а тут он видит, что эти самые братья его в рабство продают. Потом он сколько в Египте перенес искушение, соблазнов, бед, но при всем этом он веровал в промысел Божий и действительно дождался. Ну, а в Псалтире сказано причина всех этих злоключений смиришься во кровях нозе его. То есть эти злоключения скорби, скажем так, были необходимы ему, чтобы он получил дар смирения. Получил смирение. в то же время отец Родион сказал мысль Златоуса, что ропот и неверие в обетование Божие навлекают на нас гнев Бога и вергают нас в гиену огненную. Еще раз надо отметить, не дьявол нас вергает в гиену огненную, не он причина этого бедствия. А если мы будем роптать и не верить в промысел Божий? Это кажется, что с кем-то бывает, на самом деле у нас у всех это бывает, ропот. Василий Великий очень строго относился, говорит, ропотников сразу изгонять из монастыря. В уставе написано, потому что он убивает очень многих своим ропотом. Ропот даже бывает на погоду. Люди недовольны, ропща, потому что снег выполни вовремя или холодно. Нам ли знать, какая нужна погода для этой местности и почему Бог так сотворил. Поэтому сами никогда не будем роптать и других людей вразумлять. Ни в коем случае на погоду не роптать, не роптать на правительство или решения какие-то, или на соседей. Все это Божий промысел относительно нас. Главное нам при этом всем поступать по заповедям. Не роптать и доверять Богу надо. Удивительная мысль Златоуста говорит так «Скорбь великое дело». Конечно, тяжело бывает это воспринять, что скорби это хорошо, но если мы с вами будем действительно верующими, если мы с вами знаем, что самая большая ценность это вечная жизнь, Царствие Небесное, поводом, скажем, средствами достижения Царства Небесного есть исполнение заповедей, искоренение страстей, то скорби как раз помогает нам в этом. То есть скорби это очень хорошее средство для исцеления нас от страстей. Поэтому надо представляете, как нам переплавить надо свое мышление. Ну и тут же скажу, что старцы говорят, чтобы было у человека, скажем, даже прихожан, священников, у нас с вами православное мировоззрение, православное созерцание надо перечитать все 12 томов Златоуста. Мы сейчас начали только крохи самые. Но вот если даст Бог вживется у нас эта мысль, что относительно нас есть промысел Божий, скорбь это великое дело, чтобы мы не роптали, то на самом деле при всех сохранившихся внешних скорбях, внешнем промысле, мы будем воскресать духовно. И это будет для нас величайшим благом. И люди это почувствуют, что человек живет промыслом Божьим, что он не ропщит. И это будет великая польза нашим прихожанам. Дальше есть мысль такая здесь еще. Мы не обязаны знать весь промысел Божий, и мы не дадим ответ за то, что мы не знаем, почему благочестивые страдают, почему нечестивые живут долго и там, скажем, счастливы по мирским понятиям. вот, опять же, не надо задаваться такими глобальными вопросами, это все Божья промысль, нам он неведом, частично можем понимать, разуметь, но, как опять же, старцы, святые говорят, что относительно нас воля Божия открывается в священном писании, в священном предании и распоряжение в священном начале. То же самое мы смотрим, если берем присягу священника, вот, я клянусь перед Христом и Евангелем исполнять свое служение во всем согласное с Словом Божиим, с каноническими правилами, это предание церковное, то есть священное писание, священное предание и распоряжение в священном начале. Вот в этом для нас открывается Божий промысел, потому что есть, конечно, святые люди, которые помолятся, им Господь открывает свою волю, а до нас воля доводится вот через писание, предание и распоряжение в священном начале. Еще интересная мысль, она не очень явная такая для нас, быть может, была, что более ценное послушание, когда человек не совсем знает, для чего он отдается. Допустим, когда отец зовет ребеночка к себе, подойди сюда, и ребенок идет, ну и потом, скажем, получает подарок или что-то такое, утешение какое-то. Это одно дело. Тогда отцу приятно, что позвал ребенка, он пришел, еще даже не знаю, зачем зовут, может быть, его зовут, чтобы дать послушание посуду мыть, или еще куда-то идти, мусор вынести и прочее. И ребенок еще не знает, зачем зовут, но идет к отцу. И другой случай, если отец уже покажет подарок, иди сюда, и ребенок подойдет. Вот это уже менее ценно. Так и мы с вами, даже не зная конечные цели промысла божьего, почему так случилось, что колесо пробило машину, ну почему. А мы все-таки смиряем, ну, если от нас не зависело это, если мы не сами прокололи, не зависело, значит, ну, Божья воля, почему так произошло. И смиряться надо там, ремонтировать и прочее, не роптать, и не расстраиваться. А потом, может быть, мы узнаем, что Господь так нас уберег от чего-то, от аварии или еще от чего-то. Вот. Поэтому давайте еще раз тут мысль такая, что даже не зная, к чему это ведет промысел Божий, смиряться перед его всемогуществом, перед его любовью к нам, перед его промыслом, премудрым промыслом. Вот. Понемножку мы так будем прочитывать златоуста. Даже, видите, я-то думал, за одно занятие можно одно слово разобрать, но, оказывается, оно очень емкое по своим мыслям, поэтому мы решили не торопиться. Вот эти мысли все надо усвоить не только умом, а, конечно, сердцем бы принять и сделать нашим достоянием. Тогда мы и сами будем идти в Царство Небесное ежедневно и привлекать к Богу наших прикажан, в чем и состоит наша святая и благодатная обязанность. Вот. Так что давайте поучаться. Будем теперь на практике. Все, что мы с вами проходим, теория, это называется лекция, а семинар это все оставшееся время. Получается, у нас среда, вот до понедельника семинар, ну и там дальше тоже. Все это будем усваивать в своей жизни, применять, хотя наше нутро, страстное, нутро, испорченное грехами страстей, будет противиться, потому что заповеди направлены против страстей, заповеди евангельские, и поэтому наша испорченная природа не желает исполнять эти заповеди, особенно о любви к врагам, о прощении, о смирении, вот, а мы будем понуждать себя в Божьей помощи. И еще хочется сказать, когда апостол Павел говорит, что Бог не посылает искушение выше силы человеческой, но вместе с искушением посылает и помощь свою. Не надо думать, что искушение, которое к нам приходит, мы можем перенести своими человеческими силами. Наша сила состоит в том, чтобы во время скорби, искушения, напасти обратиться к Богу. В этом наша сила. Поэтому вот эта фраза, чтобы мы ее не понимали так, что да, мы своими силами можем искушение победить. Да, меня обидели, сейчас я его прощу спокойненько. Нет, надо, когда нас обидели, то Господи, Господи, помоги мне принести скорбь эту и прости этому человеку. Дай мне силы поступать по твоей заповеди. То есть, да, самое эффективное средство борьбы со страстями это повергать свою немощь к ногам Христовым. Все время смиряться. Вот такая у нас на ближайшую перспективу домашнее задание такое. Что здесь мы слышим, то в своей жизни стараться применять. но от других не требовать исполнения. Конечно, мы можем получать, что надо было так. Вот мы читали, что вроде вот так надо поступать, помоги Господу. Но не осуждать людей, что они не смиряются. Стараться примером показывать. Но больше не смею задерживать. Напоминаю, что совет такой, это уже, что желательно в 21.00 всем вставать на вечернюю молитву, но уже, конечно, тут у кого как получится по всеми наследствам. Ну, неплохо многие мирские люди делают, в 9.00 встают на молитву семейно. Ну, ладно, Божьей помощи, прошу прощения, спасибо Господи. Благодарю, Влады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!